привет привет друзья у нас сегодня замечательная погода снежная тема видео я иду за ребенком в детский сад поэтому поговорим о детских садиках особенно меня вот очень как бы интересует ваше мнение пишите в комментариях вы считаете что ребенок должен ходить обязательно в детский сад или это не обязательно вы являетесь не сторонник детских садиков моя такая история что я прошла от просто ярой не сторонницы детских садов после того как я увидела парочку именно государственных я не говорю везде потому что я уверена что есть прекрасные детские сады именно государственного плана с небольшим количеством детей большим количеством воспитателей вот интересными занятиями игровыми самое главное моментами насыщенными вот но то что увидела я когда у меня был первый ребенок вот я отказалась от садов и до четырех лет у меня ребенок садик не ходил скажу что даже несмотря то что я сейчас как бы уже более терпимая к этому всему отношусь и уже здраво потому что тогда найти первый ребенок хочешь все самое лучшее и начинаешь становиться каким-то перфекционистом во всем придирчивым требовательным ничего не соответствует твоим каким-то там пожеланиям от всего отказываешься может быть какие-то мамы еще такое проходили вот это касается не только детский сайтов пишите делитесь чем у вас еще был такой мега перфекционизм вот она что касается старшим самым ребенком то до в четыре года я наконец-то нашла но может сказать мы создали я еще нет родителей это детский сад вот нашли прекрасный педагогов все было очень здорово я думаю тоже многие мамы так делаем вот это был полноценный детский сад что многие на квартирах домах создают индивидуальную какую-то систему придумывают воспитание обучение по программе поэтому опыт такой есть и он прекрасный но уже с последующими детьми я уже искала классический детский сад вот сейчас вот я иду как раз это не государственный к сожалению потому что наличие 40 детей едва воспитателя но это ужасно вот просто жалко и воспитателей детей понятно что это все такая несовершенна система образования поэтому никто в этом по большому счету не родители дети не виноваты и у каждого есть возможность водить частный сад я тоже с этим согласна вот ну мы подобрали садик отличный но ящик подбирала почему частный потому что у меня дети не нужно было питание соответствующее у нас таких садов в киеве нет если лактоза еще возможно вот в основном это любви данного нет отдельно естественно физи санопидемстанции как бы можно было там договариваться с заведующим у меня не получилось тоже понимаю потому что у них нормы санопидемстанции они не боятся нести ответственность за то как покушал ребенок и что поэтому судочки были отменены вот и безглютеновая пища поэтому сейчас я куда-то забреду забреду в сугроб поэтому глютен нас повлиял на выбор садика ну и близость к дому вот садик отличный я довольна есть тоже минусы как везде но я как бы оптимально выбираю из ситуации вот поэтому пишите ваше мнение по поводу садов сады конечно развивают если они насыщены интересны вот не обучалками а игровые моменты что дети в саду и в детстве должны играть дети я уверена в этом убеждена потому что видела это на своих детях а вот то что пишут все педагоги детские и психологи ребенок учится через игру вот и учится всему обслуживать себя воспитанию вежливым словам отношению братьям сестрам бабушкам и дедушкам все через игру садики к сожалению этого очень мало дети играют сами воспитатель не успевают просто много деток вот либо с воспитательными совсем чуть-чуть но это в тех которых я опять видела потому что не все сады такие в общем вам желаю удачно дня а вот найти хороший садик для вашего ребенка если вы нашли не очень хороший но вы вынуждены его туда дать наше работать не расстраивайтесь и как можно больше играете тогда в свободное время с ребенком сами вот поддерживаете его потому что сады действительно бывают разные и есть наверное у кого-то и неприятный опыт вот ну вот так я пришла в сад сейчас вам покажу так что я уже в садике всего хорошего подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии может быть видео кому-то было полезно садике я поддерживаю все равно старайтесь максимально лучше выбирать и про педагогов группу и что в этом саду будет ребенок ваш дел но это если вы есть мете возможность я имею ввиду финансовую и по времени заниматься этим потому что многие сильно родители работают и просто вынужден ребенка отдать детский сад сад я считаю надо с трех лет не раньше даже три с половиной четыре зависимость ребенка но это тоже мое мнение и такой этой при идеальном так сказать и семейном бюджете и времени мам и пап ну такое вот мое мнение для школы для социума для будущего садик нужен вот пока забрали Ваш оранжевый конь уже стоит. Ножки тряхнули? Да. Погнали. Мам, только убери телефон. Я чуть-чуть тебя поднимаю. Покажи какой ты счастливый. Биг-биг-биг-биг-биг-биг. Вот это мама. Тянет. Всем пока.